Всем привет! Меня зовут Максим Дахин. Я являюсь одним из основателей и техническим директором группы компании Crocs. Сегодня продолжаем наш рассказ об антеннах. Итак, напомню. Есть изотропная антенна, излучающая во всех направлениях, во всех поляризациях. Но идеальная антенна, к сожалению, она всегда имеет определенную поляризацию излучения, имеет определенную резонансную частоту и имеет определенное усиление, определенную диаграмму направленности. Изотропная антенна является идеальным случаем, которого в природе не существует. Но, тем не менее, ее часто рассматривают для того, чтобы относительно нее сравнивать характеристики других антенн. И, как я уже говорил, такая антенна в виде такой несуществующей точки, излучающей во всех направлениях, имеет усиление 0 dBi. Вот эта буковка I означает, что именно относительно изотропной антенны. Иногда вы можете встретить в литературе вот такие надписи, например. Например, 5 dBd. Что такое dBd? Вот это dBd – это усиление относительно диполя. Какое-то время назад было принято все антенны указывать усиление у них относительно именно диполя. Почему так? Итак, история вся эта началась очень-очень давно, еще в середине 20 века. Одно время усиление антенны вообще измеряли в нейперах. Опустим пока, что это такое. Но потом пришли к тому, что удобнее указывать усиление антенны относительно диполя. Что такое диполь? Диполь – это провод, электрическая длина которого, лямбда пополам, разрезанный посередине и запитанный генератором высокочастотного напряжения. Диполь имеет четкий и определенный коэффициент усиления. Если я не ошибаюсь, 2,14 dBi. То есть относительно вот такой точки диполь дает 2,14 dBi. Ну, для упрощения будем считать, что 2. И очень удобно, когда вы конструируете новую антенну, вы берете диполь, находите его резонансную частоту, и вы точно знаете, что у него усиление 2,14 dBi. Сравниваете, насколько децибел дает какая-нибудь там ваша хитрая антенна новая. И пишите именно вот это число. Допустим, если оно дает усиление на 5 децибел больше, то вы пишите 5 dBi. И вся эта история продолжалась приблизительно до конца 90-х, начала 2000-х годов. Усиление было принято указывать в dBi. И порой даже вообще вот эту буковку D, ее не писали, а указывали 5 dBi. Но маркетинг не стоит на месте. И к тому же стоит отметить то, что раньше антенны это был все-таки удел профессионалов. И простой человек не мог пойти ее купить. Врач-то только телевизионную, какую-то там комнатную, либо что-то сконструировать. И вообще вся эта антенная техника была каким-то таким чем-то непонятным и таинственным. И даже никто и не обращал внимания на вот эти dBi, кроме профессионалов. Но в 2000-х и в конце 90-х антенны начали производиться массово, стали доступны простому обывателю. И как-то надо было продвигать этот товар. А устройство-то, в общем-то, неказистое, простое. И нужно было козырять перед конкурентами, перед покупателями чем-то. И этим чем-то разменной монетой оказались, собственно, децибелы. И чтобы написать больше децибел, что, собственно, очень просто сделать. Давайте мы будем указывать децибелы не относительно диполя, а относительно несуществующего изотропного излучателя. Это же можно, соответственно, получается, что у нас 7 dBi, это приблизительно равно 5 dBd. То есть получается, что антенна тут же прирастала уже двумя децибелами. Ну, сначала писали dBi, никто из непрофессионалов не обращал внимания на такую деталь. Item или D стоит в конце. И все велись на большее усиление. И со временем получилось так, что уже к концу, ну, приблизительно к 2010 году практически все производители вынуждены были, чтобы находиться в тренде, не уйти из рынка, указывать усиление именно в dBi. И вот такая вот с этими децибелами и dBi получилась история. Ну, и на этом мы, наверное, закончим. В следующей лекции я продолжу рассказывать об антеннах. Всего хорошего. Ставьте лайки.